Продолжение следует... Проект развития дистрибьюторской сети выглядит неплохо. Сильвия, назначьте совещание совета директоров на понедельник. Хорошо, мисс Марта. Кто бы это мог быть? Здорово, внуча. Что-то давно тебя не видно. Мы с бабкой совсем соскучились. Дедуля, я тоже скучала. Завтра же и приеду. Встречайте. Хорошее дело. Нельзя столько работать. Бабке скажу, чтобы печенек напекла. На следующее утро. Давненько я тут не была. Деревню не узнать. И правда, в последние годы дела в деревне шли в гору. Сидоровы отгрохали новый амбар и пасеку. Из крыши дома тракториста Ильи торчала здоровенная спутниковая тарелка. Только один дом пребывал в запустении. Интересно, что за лентяй тут живет? Когда Марта добралась до дома дедушки и бабушки, самовар и печенье были уже на столе. Ну, внучка, рассказывай. Как жизнь, как бизнес. Жизнь прекрасна. Деда, а чей это заброшенный дом по соседству? Не заброшенный он. Просто у хозяина руки растут из одного места. А ну, цит, старый. Между прочим, очень приличный молодой человек. Городской. Ты бы, Марта, помогла ему. А то пропадает огород. Почему бы и нет? Давненько я не брала в руки лопаты. Вот только чай допью. Добрый день, уважаемый. Я Марта, ваша соседка. Олег, очень приятно. Извините, что не предлагаю присесть. Некуда. Что же у вас, Олег, грядки в таком запустении? Да не умею, я грядки эти. Я бизнесмен, а не фермер. Олег Пеньков. Успешный предприниматель. Правда, в последнее время дела идут не очень. Олег Пеньков. Безработный. Этот несчастный дом все, что у меня осталось. А что с ним делать, не знаю. Не вешайте нос, Олег. У нас в деревне своих в беде не бросают. Давайте вместе приведем ваш участок в порядок. Спасибо, Марта. Только я, правда, ничего не умею. Научитесь. Хватайте лопату и поехали. Для начала научимся копать грядки. Для этого дважды кликнем на свободном месте поля. Вроде не сложно. Вот так. Теперь вскопаем еще три грядки. Почему бы и нет? Отлично. Теперь засеем грядки помидорами. Для этого возьмем мешок, кликнув по нему, а затем кликнем по четырем грядкам. Теперь надо перекопать сорняки у сарая, чтобы освободить грядки. Для начала поставим мешок с семенами, дважды кликнув по свободному месту на поле. А теперь кликнем по всем восьми сорнякам. Сарняк обозначается значком злой рожицы. Помидоры скоро поспеют. Возьмем ящик, а затем кликнем по растениям с поспевшими плодами. В ящик влезает урожай с четырех кустов. Помните это. Продолжение следует... Ящик заполнен. Теперь отнесем его на склад. Ящики закончились. Нужно купить новые. Для этого надо кликнуть по закладке инвентарь внизу экрана. Затем по иконке ящика. И поставить ящик на свободный участок поля. Фирма начала работать. Теперь надо продать еще больше помидоров. А дальше, Олег, уже смело можно продавать. Чудесно! Наконец-то я уеду в город. Вот, Олег, и подошло к концу наше приключение. Фирма работает в полную силу. Покупатели уже делают предложения. Марта, не знаю, как благодарить. Расскажу вам свою историю в подробностях, как и обещал. Пойдемте. Ну вот, совсем другое дело. Теперь на огород приятно посмотреть. Да, да, замечательно. Теперь я смогу продать эту дыру и начать новое дело. А что случилось с вашим предыдущим делом, если не секрет? У меня был небольшой консервный завод. Дела шли неплохо. Пока однажды... Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Эти люди, и я так и не узнал, кто они, арендовали у меня одну из лабораторий. Для исследований в области изготовления экологически чистой туалетной бумаги. Они предложили хорошие деньги, и я, не раздумывая, согласился. Через месяц я заглянул в арендованную лабораторию, чтобы проверить, как идут дела. Однако меня даже не пустили на порог. Более того, в лаборатории не было никакой туалетной бумаги. Только растения в горшках и какое-то странное оборудование. Я заподозрил неладное, но для обращения в милицию у меня не было доказательств. Той ночью я проник в компьютерную сеть лаборатории. И действительно, никакой туалетной бумагой там и не пахло. На самом деле, они занимались изменением ДНК растений. К сожалению, я не успел много узнать, потому что... Мое проникновение засекла их служба безопасности. Буквально через несколько минут ко мне в кабинет вломились двое. Они угрожали мне, Марта. Вы понимаете? Угрожали баклажанам! Если бы я не отдал им завод, наверное, сейчас бы меня не было в живых. Вот так я и потерял свое дело. Секретные эксперименты на овощах? Хм... В этом надо разобраться. Сильвия, подготовьте, пожалуйста, самолет. Возникло одно срочное дело. Деревья — это то, что не даст нам обанкротиться ни при каких обстоятельствах. Они не требуют ухода и регулярно дают урожай. Чтобы собрать урожай, нужно взять пустой ящик, подойти к дереву, кликнув по нему, а затем отнести урожай на склад. Игорь — это то, что вы можете сделать. Мисс Марта, рекомендую начать с покупки семян моркови В этой местности она хорошо растет и семена недорогие Согласна, Сильва, с них и начнем Одним мешком семян можно засеять 12 грядок Имеет смысл высадить сразу все Если грядок не хватает, нужно вскопать еще Мисс Марта, думаю, стоит отправить первую партию товара Чем мы явно привлечем внимание ассоциации помощи молодым фермерам Есть заказ на три ящика моркови Не проблема, Си 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 Мисс Марта, нам просто необходимо заняться животноводством. На одной моркови далеко не уедешь. Кормить овец тоже наука. Овцы отлично едят морковь и капусту. У нас есть морковь. Чтобы покормить овец, необходимо собрать ящик моркови и отнести в овчарню. Когда овцы хотят есть, над зданием начинает мигать тарелка. Если над растением появилось сердечко, его надо срочно удобрить. Удобрение продается в разделе инвентарь. Покупаем мешок. Покупаем мешок. Если над растением появилась капелька, его надо срочно полить. Для этого берем в руки лейку, кликнув по ней. Затем наполняем ее водой, кликнув по водокачке. А потом поливаем растение, поочередно кликая по ней. Мисс Марта, поздравляю. Ассоциация у нас на пучке. Теперь осталось продать ящик шерсти и, будьте уверены, вас пригласят на закрытую конференцию. Да, похоже и правда все удалось. Когда овцы накормлены, они дают шерсть. Она появляется около овчарной в виде белого тюка. Нужно взять пустой ящик и кликнуть по овчарной, а затем отнести шерсть на склад. Добрый день! Марта? Марта Агранович? Да, это я. Мне поручено вручить вам приглашение на закрытую конференцию Ассоциации помощи молодым фермерам. Распишитесь. Спасибо. Обязательно буду там. Здравствуйте, госпожа Марта. Я представитель компании Чудо-огурец. Наконец-то. Мы хотели бы предложить вам, как подающему большие надежды фермеру, посетить закрытую выставку наших последних разработок. Как неожиданно. Спасибо за предложение. Последние разработки – это очень интересно. Уверен, вам понравится. Вот ваш пригласительный билет. Время и место выставки на обороте. Здесь вы можете наблюдать наши экспериментальные плодово-ягодные культуры. Ничего себе клубничка! Селекции и удобрения никогда не дадут такого эффекта. Здесь явно не обошлось без измененного ДНК. А теперь давайте проследуем к выходу из оранжереи и посмотрим, на что способны наши семена под открытым небом. Ого! Смородина размером с помидор. Помидоры размером с арбуз. Баклажаны? Неудивительно, что Пенькова испугали эти баклажаны. Дальше экскурсия подходит к концу. И не забывайте, если вы хотите, чтобы такие овощи росли и на вашей ферме, вам всего лишь надо подписать с нами эксклюзивный контракт о поставке семян. В аэропорту. С этим чудо-огурцом явно не всё чисто. Нам нужны образцы этих гигантских овощей для анализа. Но, мисс Марта, как мы их достанем? Эта выставка охраняется не хуже тюрьмы. У меня... Ночью. Мисс Марта. Мисс Марта, мы на месте. Нужно начинать сбор образцов. Начнём с мешков удобрений. Найдите один и несите в машину. Кажется, я видела несколько мешков слева, под лейками. Сильвия, тише. Глуши мотор, не привлекай внимания. Пойду. Отлично. Теперь надо найти семена орхидеи. Они тоже тут неподалёку. Сразу над старым домом. Около грядок. Сильвия, да тут всё под охраной. Явно они не хотят, чтобы кто-то узнал их тайну. А я говорила, мисс Марта. Надо быть осторожнее. Так, теперь нам нужен виноград. Ящики вон там, слева от автомобиля. А виноград растёт где-то сверху, за колодцем. И осторожней, там стоит охранник. Около грядок. Около грядок. Около грядок. Около грядок. Около грядок. И получилась в т Naïку. Около грядок. Субтитры создавал DimaTorzok Что вы тут делаете, девушка? Это частная территория. А я, я так гуляю, воздухом дышу. Сейчас мы разберемся, каким таким воздухом вы тут дышите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть не попалась. Что там дальше по списку? Ах, да, точно. Огромные огурцы. Их я видела у левой стены. Главное, не забыть ящик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний пункт списка ананасы. Они что, и это тут выращивают? Ага, и это. Напомни, где они растут? В верхнем левом углу территории, около фонаря. Не забудь ящик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мисс Марта, пора уходить. Охрана что-то занервничала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наконец, Марта и Сильвия оторвались от преследования и вернулись в штаб-квартиру. Мисс Марта, рад встрече. Профессор Рован, генетик, 32 года. Добрый день, профессор. Спасибо, что согласились встретиться. Чем могу быть полезен? У меня есть образцы странных овощей. Не могли бы вы помочь с анализом их ДНК? Был бы рад помочь, но у меня сейчас очень много дел. В моей родной стране страшный голод. Я пытаюсь срочно синтезировать удобрения, которое может помочь им справиться с неурожаем. Профессор, если вы согласитесь помочь нам, я обещаю лично полететь к вам на родину и наладить там сельское хозяйство. Это было бы восхитительно. Помощь опытного фермера нужна там даже больше, чем удобрения. Я согласен. В родном городе профессора Равана. Я Джамут, старейшина. Раванчик сказал, что ты, девочка, поможешь нам победить неурожай. Помощь это хорошо. Мы любим помощь. Оставь свой железный посох здесь. Возьми дубину и можешь идти на поле бить сорняки. Вместе с другими крестьянами. Сорняки дубиной? Да здесь настоящий каменный век. Посторонитесь, старейшина. Сейчас я научу вас, как правильно заботиться об огороде. Здравствуйте, Марта. У меня для вас хорошие новости. Я подготовил несколько контейнеров, высокоурожайных семян и моих особых удобрений. Ваша помощница уже отвезла их на аэродром. Ждите подарка в ближайшее время. Здорово. С такой помощью я быстро устрою здесь рай на земле. Лучший способ накопить стартовый капитан, собрать фрукты и продать их. Бананы стоят немало. Продадим два ящика. В оранжерее нельзя хранить фрукты и овощи. Только цветы. Склад находится в правой части территории. Позже мы передвинем его поближе. Продолжение следует. Такоество ностовое событие. Как когда снова вырос на земле? Смотрите, как происходит п opposcup. Здесь учатся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...